Hola mis queridos estudiantes, а у нас с вами сегодня любимая многими la práctica, конечно же, практика. И в этом видеоуроке мы с вами будем думать, vamos a pensar, какой же предлог поставить a, en, de, hasta, desde, etc. Мои дорогие, давайте вооружимся с вами чем? Конечно же, в первую очередь, наши самые умные la cabeza, la cabeza inteligente, y el cuaderno y el lápiz, ручкой и тетрадкой. Ну что же, мои дорогие, давайте скорее уже a practicar manos a la obra, za работу. Начинаем. Работаем с вами таким образом. Мы с вами сначала читаем текст, переводим мысленно в голове, думаем, правильный ли здесь стоит предлог или неправильный. Здесь есть, конечно же, ошибки и есть предлоги, те, которые стоят на своих местах. Поэтому включаем голову и думаем. И, мои дорогие, если вы сидите за тетрадкой и пишете, то проговорите со мной вместе текст, прочитайте его, поставьте на паузу, перепишите, исправьте ошибки и на следующем слайде мы уже с вами проверим. Или если вы находитесь где-то в дороге, то на слух воспринимайте текст, думайте, какой предлог нужно поставить и на следующем слайде мы с вами опять же все вместе проверим. Давайте, мои дорогие, посмотрим, насколько же вы хорошо знаете предлоги. Vamos chicos! И, конечно же, если предлоги для вас это тема новая, обязательно вернитесь после этого видео к моим видеоурокам по предлогам. И, конечно же, у меня есть огромное количество практики на тему предлоги в испанском языке. Ну что же, мои дорогие, начинаем. Читаю медленно, вы за мной повторяйте и думайте, правильно ли стоит здесь предлог. Vamos! Todos los días voy desde Madrid por Alcalá por tren. Los fines a la semana me aburro con que no conozco muy bien la ciudad. Y en eso necesito una persona en aquí por visitar juntos los sitios interesantes y hablar en cosas importantes. ¿Puedes ser mi guía? Muchas gracias y de pronto, Omar. Интересный текст. Я думаю, вы поняли, о чем здесь. Это очень простой уровень A1. Ну что же, мои дорогие, читать мне было сложно, потому что здесь есть ошибки, прям язык не поворачивался. Но давайте-ка вместе с вами разбирать. Еще раз, если вы сидите и у вас есть возможность записывать, пожалуйста, запишите и на следующем слайде мы сравним. Давайте, ставьте на паузу, переписывайте, думайте, не подсматривайте ни в переводчик, ни в интернет, никуда. Думайте своей головой. И потом уже посмотрим, есть ли у вас ошибки или вы такие молодцы и все перевели правильно. Ну что же, давайте. Будем с вами переводить по одному предложению. И думать. Hola, a mi querida amiga Linda. А нужен ли здесь предлог или нет? Давайте переведем. Привет, моя дорогая подруга Линда. Линда переводится так же, как красивая Линда. Нужен ли здесь предлог? Конечно же, не нужен, мои дорогие. А мы зачеркиваем. Hola, mi querida amiga Linda. А это предлог или кому, или предлог направления. Здесь у нас не нужно употреблять предлог а. Просто hola, mi querida amiga Linda. Hola, mi querido amigo Omar. Далее. Soy un amigo a tu hermano que vive en Granada solo. Я друг твоего брата, который живет в Гранаде один. Solo один. Давайте, думайте. A и N. Правильные ли здесь предлоги или нет? Pensamos, pensamos. Конечно же, первый предлог неправильный. Soy un amigo de. De tu hermano. Я друг, один из миллионов друзей твоего брата. То есть, de, это у нас с вами принадлежность. Я друг чей, кого? Твоего брата. Твоего брата, который живет где? En Granada solo. Здесь предлог en стоит на своем месте. Потому что предлог en, это у нас с вами где. То есть, местонахождение. Твой брат живет где? В Гранаде. В Гранаде один. Solo это один. Soy un amigo de tu hermano que vive en Granada solo. Молодцы. Идем с вами дальше. Me llamo Omar y soy por Canadá. Делайте, пожалуйста, правильное ударение. Канада, не Канада, а Канада. У нас с вами слово Канада. Me llamo Omar y soy por Canadá. Por, правильно или нет? Думаем. Конечно же, нет. Me llamo Omar y soy de Canadá. Я из Канады. Я из Канады. Меня зовут Омар. Me llamo, это у нас с вами возвратный глагол. Ямар, все называется. Me llamo Omar y soy, и я есть из Канады. Из Канады. Предлог de из Канады. Por, это чаще всего, причина. Далее. Estudio español en Alcalá, ударение, y vivo con Madrid para el mes de febrero en un piso muy cómodo y luminoso. Ух, сколько предлогов. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco preposiciones. Пять предлогов. Давайте думаем, chicos. Я изучаю испанский в Alcalá, город такой, и живу в Мадриде para el mes, начиная с февраля в квартире, очень удобной и солнечной, освещенной. Смотрим предлоги. Estudio español en Alcalá, perfecto, y vivo en Madrid. Опять, я живу в Мадриде, в Мадриде. Que vive en Granada, en Granada, en Madrid. Да, я живу в Мадриде. Para el mes? Нет, desde el mes. То есть, начиная с месяца. С какого? De febrero, de febrero. Правильный предлог. Начиная с месяца, февраля. То есть, estudio español en Alcalá, y vivo en Madrid desde, desde el mes de febrero en un piso muy cómodo y luminoso. То есть, у нас с вами в этой фразе всего лишь две ошибки. En Madrid y desde el mes. Desde el mes. Начиная с февраля. Начиная с месяца, февраля. Desde el mes de febrero. En, опять. Где в квартире очень удобной, en un piso muy cómodo y luminoso. Идем дальше. Todos los días voy desde Madrid por Alcalá, por tren. Pensamos. Целыми днями или каждый день я еду из Мадрида в Alcalá на поезде. На поезде, мои дорогие. Давайте думайте. Смотрите. Todos los días voy desde Madrid из Мадрида. Отлично. Но не por Alcalá, а hasta. Desde hasta. Desde hasta. Или здесь можно было поставить другие два предлога. Но какие? Ваши варианты. de Madrid a Alcalá. A – это у нас с вами предлог направления куда? A Alcalá. Todos los días voy desde Madrid a Alcalá. И, конечно же, мои дорогие, давайте-ка мы с вами вспомним, а какие же два предлога используются с транспортом. Предлог N. Правильно. Предлог N. И используется также предлог A. A pie или также можно использовать с животными. A – kawaiu. На лошади. A – kawaiu или a pie – пешком. И в основном с транспортом мы с вами будем использовать предлог N. En tren, en coche, en avion, en auto, etc. И с транспортом мы с вами не используем артикли для того, чтобы не уточнять, на каком конкретно поезде вы едете. Но если вы, конечно же, хотите уточнить, то используйте номер поезда и артикли. Идем сами дальше. Los fines a la semana me aburro, con que no conozco muy bien la ciudad. И en eso necesito una persona en aquí. Давайте здесь закончим. Вот так много предлогов. Давайте. Los fines a la semana me aburro. Los fines a la semana. No, 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 no. De la semana. Los fines de la semana. По выходным, то есть конец чего, то есть конец чего, конец, недели, de la semana, los fines de la semana, конец чего, недели, los fines de la semana me aburro, aburrirse, escuchать, возвратный глагол, me aburro, con que no conozco muy bien la ciudad. Ni con que, a por que, porque no conozco muy bien la ciudad. Y en eso necesito una persona en aquí. Думаем. Y por eso, y поэтому, y por eso necesito una persona de aquí, de aquí, которая находится здесь. ¿Dale? Por visitar juntos los sitios interesantes y hablar en cosas importantes. Думайте. Конечно же, para visitar, для того, чтобы посещать вместе интересные места и разговаривать о важных вещах. Еще раз переводим всю фразу. По выходным я скучаю, потому что я не знаю хорошо город. Кстати, мои дорогие, обратите внимание, что глагол conocer мы сами используем, когда хотим сказать, что что-то мне незнакомо. No conozco muy bien la ciudad. No conozco Julio. Я незнакома с Julio. Или также No conozco este restaurante. Я незнакома с этим рестораном. Conofer плюс места. Запомните, зафиксируйте, запишите. Значит, я незнаком хорошо с городом. И поэтому мне нужна персона, какой-то человек здешний. De aquí. Я вам скажу de aquí, да, не en aquí, de aquí. Для того, чтобы посещать вместе интересные места и разговаривать на интересные важные темы. Importante это важная тема. Давайте смотрим, какие же здесь есть ошибки. Первая ошибка. Los fines de la semana, да, опять же, конец чего? Неделя. Me aburro porque. Porque, не путайте, пожалуйста, porque, вопросительное слово, porque, имеет ударение на последнее слово, porque это, почему, и porque, porque это потому что, потому что, porque пишется слитно, и не имеет ударения, porque, porque no conozco muy bien la ciudad, и por eso, поэтому, por eso, por eso, пишем раздельно, por eso necesito una persona de aquí, de aquí здешняя persona, здешний какой-то человек, para visitar juntos, для того, чтобы посетить вместе los sitios interesantes y para hablar, и для того, чтобы разговаривать sobre cosas importantes, или sobre cosas importantes, или de cosas importantes, то есть, выбирайте на свой вкус, и далее, puedes ser mi guía, ты можешь быть моим guía, puedes ser mi guía, конечно же, здесь мы не поставим никакой предлог, зачем, puedes ser mi guía, ты можешь быть моим guía, mi guía, напомню, что в буквенных сочетаниях, таких как de, guía, que, qui, мы не произносим как queso, quinto, guía, etc., там мы не читаем, puedes ser mi guía, можешь быть моим guía, и последняя фраза здесь, muchas gracias и de pronto, Omar, думаем, ну, конечно же, hasta pronto, я вам всегда говорю, hasta pronto, mis queridos estudiantes, hasta pronto, hasta, до, до скорого, muchas gracias, большое спасибо, и hasta pronto, Omar, hasta pronto, Omar, еще раз читаем, и уже вставляем правильные предлоги, hola, mi querida amiga linda, повторяйте вместе со мной, soy un amigo de tu hermano que vive en Granada solo, me llamo Omar, y soy de Canadá, estudio español en Alcalá, y vivo en Madrid desde el mes de febrero en un piso muy cómodo y luminoso. Todos los días voy desde Madrid hasta Alcalá en tren. Los fines de la semana me aburro porque no conozco muy bien la ciudad y por eso necesito una persona de aquí para visitar juntos los sitios interesantes y para hablar sobre cosas importantes puede ser mi guía muchas gracias y hasta pronto Omar pronto y конечно же подписывайтесь на мой канал переходите в мой телеграм канал мы там постоянно разбираем тексты песни и интересные моменты в нашем любимом испанском языке un beso grandísimo y hasta pronto adiós песни песни